1922 год Индия Индийские археологи Сахин и Бенерджи ведут раскопки в долине реки Инд. Они обнаруживают руины ранее совершенно неизвестной древней цивилизации. Их называют Махенджадара, что означает «холм мертвых». Выясняется, что 5000 лет назад это был большой город-центр, удивительно развитый для той эпохи харабской культуры. Но ученые находят явные свидетельства того, что он был разрушен. Среди руин разбросаны сплавившиеся куски глины и других минералов, которые в далеком прошлом затвердели и превратились в стекло. Оплавление произошло при температуре около 1500 градусов. Это почти в полтора раза выше, чем у жидкой лавы. Как могла быть получена в те времена такая температура, к тому же не в кузнице, а на обширной открытой территории? Я в свое время участвовал в археологических экспедициях в Крыму. И там, значит, в печах, в которых обжигали долгое время, столетиями, керамическую посуду, не было найдено никаких следов оплавления стенок этих печей. Чтобы выяснить, отчего погиб один из древнейших городов мира, историки изучают предания. В индийском эпосе Махабхаратта говорится о каком-то поразительном оружии, заряженном силой всей Вселенной. Мощность этого мифического оружия была так велика, что вода начинала кипеть, а рыбы обугливались. Такое не могло произойти от обычного пожара, даже если бы город горел много дней. В конце 20 века исследователи Дэвид Девенпорт и Энри Ковенчетти делают сенсационное заявление о том, что Махенджа Дара был уничтожен за 2000 лет до нашей эры в результате ядерного взрыва, сравнимого с мощностью бомб, сброшенных на японские города Хиросиму и Нагасаки. Кто же на самой заре истории мог создать атомную бомбу? Может быть, наша история просто движется по спирали, а мы помним лишь последний ее оборот? История Древней Индии таит множество загадок. В ней явственно прослеживаются следы поразительно высоких знаний седой старины. Как оказалось, в ней издревле существовали многие понятия, которые вполне подходят к современным техническим достижениям. С появлением летательных аппаратов тяжелее воздуха во всех языках мира, практически во всех, появилось новое слово – аэроплан. А в Индии не надо было этого слова изобретать. Там с древнейших времен есть понятие вимана, что значит буквально «летающая колесница». Вот эти виманы, иначе они называются огнехотра, они описаны в индийском эпосе. Дошедшие до нас свидетельства о древних летательных аппаратах, виманах, настолько подробны и детализированы, что было бы совершенно глупо сваливать это все на фантазии древних земледельцев или скотоводов. Слишком это не согласуется просто с мировосприятием человека, независимо, современного или древнего. Но если все это действительно когда-то существовало, то должны были где-то остаться и следы или развалины аэропортов. Среди загадок древности занимает особое место аэродром Юндум, который находится в небольшой и очень бедной стране Африки Гамби. Дело в том, что сама Гамби производит сейчас на экспорт арахис. Понятно, что для такого груза не нужны ни быстроходные самолеты, ни катера на воздушной подушке, ничего. И вдруг в этой стране, у которых вся сеть дорог всего 3000 километров, асфальтом покрыты меньше тысячи, в стране, у которых только в 1998 году появился первый светофор, вдруг появляется аэродром международного класса. Спрашивается, откуда, на какие деньги. Но оказывается, власти Гамби к этому аэродрому, тем более его строительству, не имеют ни малейшего отношения. Его просто случайно нашли в степи. Это оказалось тщательно отшлифованные из камни гигантские плиты, плотно прилегающие друг к другу. И когда их нашли, властям оставалось только законопатить швы между этими плитами, заново наложить асфальт и провести разметку. И аэропорт был готов. Тем более, что этот аэропорт мог и может принимать практически самолеты любого тоннажа. Кажется странно, парадокс. Но с другой стороны, если мы вспомним сказания и легенды о виманах, то есть о древнеиндийских летательных аппаратах, которые, если правильно переведены древние единицы измерения, могли летать со скоростью до 800 км в час, на высоте до 12 км, обладали реактивными двигателями с тягой до 9 тонн, то такие виманы должны где-то садиться были. И вот как один ответ на этот вопрос, видимо, и является этот аэропорт в Юндум, находящийся в далекой Гамбии. Санскрит уже тысячи лет считается мертвым языком. Но понятие вимана вполне подходит к современным воздушным судам. Слово не могло возникнуть просто так, на пустом месте. Ведь человек даже в своих фантазиях отталкивается от практики. Древние люди вообще, на мой взгляд, не увлекались фантастикой или фантазиями. То, что мы сегодня понимаем под понятием миф, это не фантазии древнего человека, это их система описания окружающего мира, просто дошедшая до нас уже в несколько трансформированном виде, естественно, за тысячелетия. Поэтому не следует приписывать нашим предкам, древним предкам, да, какие-то свойства человека современного, человека, порожденного городской цивилизацией. Сказки – это сказки. Фантастика – это совершенно другой жанр, жанр современный. Древние люди не фантазировали, они просто в силу своих знаний, возможностей, взглядов описывали окружающий мир. Сама фантастика всегда отражает представление об эпохе, в которой она была создана. Если в 19 веке считалось фантастикой описание Жюль Верном подводной лодки «Наутилус», то в 20 веке подводные субмарины стали для всех привычны. А фантастикой в 20-м столетии считали уже межпланетные перелеты и общение с жителями иных миров. Но как это не поразительно, предания Индии, даже если их причислить к порождениям человеческой фантазии, вполне напоминают фантастику нашу современную, а вовсе не предыдущих веков. В свое время индийцы, индийские мои друзья из посольства Индии в Москве, зная мой интерес к Индии и в особенности к загадкам седой индийской древности, подарили мне книгу профессора Нараянана «Война в древней Индии» «War in Ancient India». Книга была издана в 1944 году в Мадрасе очень небольшим тиражом. И вот этот раритет – моя настольная книга, из которой я черпаю и знания, и даже вдохновение. В этой книге приводится большой арсенал, которым располагали древние воители, и собраны эпизоды из многих преданий. Как это ни удивительно, но нередко описывается оружие, которое нам сегодня даже трудно представить. Эпизод с посохом из эпоса Махабгарата к некой ашраме, то есть обители мудрецов, подступило несметное вражеское войско. Мудрец Вишва Митра, что с санскрита переводится как «вселенский всеобщий великий друг», сказал своим собратьям-отшельникам, «Не беспокойтесь». Он вышел перед вражеским войском, воткнул посох и спокойно ушел. И ни стрелы, никакие летательные и метательные аппараты, снаряды не могли преодолеть вот то, скажем теперь так, защитное поле, которое установил мудрец Вишва Митра. Тогда неприятельный решил привергнуть к сверхоружию, которое могло в одночасье, в одну секунду испепелить весь этот мир сущий, весь мир приходящий. Даже боги, узнав о намерении царя, встревожились и собрались в небесах, взволнованно глядя на землю. Однако и сверхоружие не смогло преодолеть заслон в виде простого посоха. Вопрос, что генерировал этот посох? Какое поле защитное? Конечно же, когда мы говорим о таких посохах-приборах, это предполагает некие совершенно уникальные, точные знания индийцев. Да, они обладали такими знаниями, как сверхбольшими величинами оперировали, так и сверхмалыми. Ну, например, им был известен возраст Земли в виде длительности жизни творца Вселенной Брахмы. И он составлял 4 миллиарда 320 миллионов лет. Это близко к реальному возрасту Земли 4,5 миллиарда лет. Исследователи считают, что в индийских легендах и сказаниях под тысячелетними наслоениями скрываются сведения о знаниях, которыми обладали люди в незапамятные времена. Древние источники утверждают, что существовали летательные аппараты для странствий в пределах Солнечной системы и даже на межзвездные расстояния. А есть особые аппараты Виманы и Агнихотры, которые перемещаются в пределах Накшатра Мандала, то есть звездной системы. Вот разные виды летательных аппаратов. Кстати, вот у меня сейчас в руках некий атрибут почти любого буддийского богослужения. Вот такая занятная вещица. Но считается, что это прототип летательного аппарата Виманы, которая не только управлялась, но и движителем ее был мозг человеческий. Она двигалась силой мысли. Благодаря этому можно объяснить глубокую убежденность древних индейцев в том, что существует множество иных миров, и они населены высокоразумными существами. Еще Александр Македонский был поражен тем, что в Индии подобные вещи знали даже простые крестьяне, тогда как в просвещенной Греции такие вопросы могли обсуждать лишь образованные ученые и философы. В древних санскритских писаниях также есть весьма глубокое знание биологии и особенно эмбриологии. Можно найти описание того, как человеческий эмбрион постепенно развивается, начиная от яйцеклетки. Это нечто такое, что не было известно в Европе вплоть до 17 века, пока не был разработан микроскоп. 1973 год, Индия. Группа индийских ученых издает перевод древнего труда под названием «Виманика-шастра». Сегодня он хранится в Центральном архиве Дейли. В книге подробно описаны действия воздушных колесниц или виман. Оказывается, что виманы были настолько прочными, что их нельзя было сломать или сжечь, причем это вовсе не предание, а настоящие технические трактаты. Виманика-шастра, буквально это переводится с санскрита как самолетостроение, если угодно, как наука о построении летательных аппаратов. Больше того, в древних текстах упоминаются иногда 14, иногда другое количество металлов, необходимых для построения таких летательных аппаратов. Но беда в том, что мы до сих пор не можем найти точные наименования этих металлов. Сегодня ученым нелегко восстановить, что в древности понималось под тем или иным словом. Здесь не годятся трактовки, здесь нужен дословный перевод и точное понимание того, что индийцы называли топливом своих виман. Они называли это «раса». Слово, созвучное русскому слову «раса», то есть «жидкость некая». На современном хинде это значит сок, нектар, влага, живительная жидкость. Но что это было, условно переводят как «ртуть». Была ли эта ртуть? Вряд ли. Вот докопаться до того, что же из себя представляло это топливо под названием «раса», может быть, это и было бы эпохальное открытие. В древнем трактате есть поразительно современное описание того, что вимана — это аппарат, который может летать из одной страны в другую и даже из одного мира в другой. Может ли это означать, что речь идет о межпланетных перелетах? Например, в древних санскритских писаниях Индии, которые называются «Веды», мы можем найти описания космического корабля. Их называли «Вимана», и на них люди могли путешествовать к другим планетам. И есть даже описания аппаратов, на которых можно было путешествовать сквозь различные измерения в космосе. Мы также находим описание оружия, напоминающего наше современное атомное оружие, которое на санскрите называлось «брамастра». Вполне современно звучит и описание того, как построить виману. Крепким и долговечным следует сделать корпус виманы, подобно огромной птице из легкого материала. Внутри надо поместить двигатель с железным нагревательным аппаратом, под ним. При помощи силы, скрытой в жидком горючем, которая приводит ведущий смерч в движение, человек, сидящий внутри, может путешествовать по небу на большие расстояния. Колесница начинает разгоняться и сразу превращается в жемчужину в небе. В Рамайне много упоминаний о том, как боги сражались в небе, используя виманы. В древних текстах приводится множество описаний летающих аппаратов, похожих на самолеты или другие средства передвижения в пространстве. Там также рассказывается, как Равана, царь Шри-Ланки, это остров Цейлон, перелетел в Айотхью. Это в современной Индии, северо-западный штат Утар-Прадеш. Оттуда до Шри-Ланки, это остров Цейлон, очень дальний путь. Более двух с половиной тысяч километров. Так что это все не просто мифы. Но связь между древней и современной наукой была потеряна. Эти сведения были собраны современными индийскими учеными. В первую очередь это доктор Прабхо из Хайдарабада. Виманика Шастре формулы сплавов металлов и стекла даются в санскритских терминах, которые трудно найти в обычных словарях. Доктор Прабхо, директор и координатор программы Национального информационного центра в Хайдарабаде, многие годы занимался расшифровкой древних формул. Он обнаружил, что некоторые из этих названий приводятся в словарях аюрведы, древней индийской медицины и химии. Он долго консультировался с аюрведическими врачами и химиками и смог определить вещества, которые были обозначены древними названиями. Затем он попробовал сам сделать их в лаборатории, используя древние инструкции по смешиванию, нагреванию и охлаждению материалов. Неизвестные нашей науке сплавы были лучше, чем современные, и он их запатентовал, как новое открытие. Результат оказался поразительным. Было синтезировано несколько веществ – свинцовый и медный сплавы, а также особый вид стекла. Оказалось, что эти вещества имеют именно те свойства, которые описаны в Виманика-шастре. Так в тексте говорится, что свинцовый сплав – это материал, поглощающий свет. И лабораторные испытания показали, что он действительно поглощает даже свет лазера. Это означает, что в древности действительно существовала подобная техника. Но в таком случае упоминания о ней должны были остаться не только в эпосах и научных трактатах, но и в других литературных источниках. Можно обратиться к такому источнику, как панча-тантра. Буквально с санскрита это переводится как пятикнижие. Это учебник по учениям, по учительным историкам для царевичей и вообще благонравных юношей. Там есть такой, например, эпизод. Очень занимательный. Некий ткач влюбился в дочку царя. Но вот беда. Та жила на крыше высоченного дворца. Как же туда забраться? Откач обуреваем тысячу желаний. Он обращается к своему другу тележнику, то есть, современным языком, механику. Механик говорит, не расстраивайся, я сделаю тебе гаруду. Гаруда – это мифическая птица, которая в Древней Индии переносила богов. Ее прообразом был, видимо, какой-то реальный летательный аппарат. Тележник сделал гаруду и начал учить ткача, как с ней обращаться. Если ты клин вставляешь, гаруда тебя переносит в любые неведомые тебе страны, края. Если ты клин вынимаешь, гаруда опускает тебя на землю. Это настолько рядовой эпизод из Панча Тантры, что невольно возникает ассоциация, может быть, летательные аппараты в древности были, как в наше время, самобеглые коляски, автомобили. Очень занятный эпизод, но вместе с тем весьма-весьма показательный эпизод. Что, с другой стороны, доказывает эту реальность? Оказывается то, что они могли ломаться. В специальном наставлении по ним, которое приведено в Вимане Кишастре, указывается 32 вопроса, которые пилоты, а были должны, были обязательно знать, чтобы их допустили к пилотированию Виманы. И эти вопросы связаны не столько и не только с пилотированием, но и с ремонтом. Какой материал взять, как его приготовить, как его использовать при ремонте. Соответственно, любая техника склонна ломаться, реальная техника. Ведь в конце концов, никто не придумывал инструкции для пилотирования ковра самолета или управления печкой Емели. А так как эти инструкции для пилотирования Виманами были нужны, мы лишний раз это подчеркиваем то, что Виманы, в конце концов, были реальностью. Что еще более удивительно, упоминаемая в книге технология коренным образом отличается от современной аэрокосмической техники. Большинство летательных аппаратов не нуждались в горючем, а приводились в движение с помощью внутренней энергии пространства. Мы даже не освоили того, что мы вроде бы как знаем. Есть прям магнитное поле Земли. Казалось бы, дармовой источник энергии. Черпай оттуда энергию, черпай. В каких угодно там кристаллах, может, в установках собирай. Мы пока не можем придумать технологического способа, который был бы достаточно эффективен. А ведь источник у нас вот буквально окружает нас. Откуда же в глубокой древности у людей могли быть такие знания? Ведь даже если считать их наследством древнейшей процивилизации, все равно неизбежен вопрос, кто же научил всему этому наших далеких предков? Все предания мира однозначно утверждают, что это сделали боги. Но кем были эти загадочные боги древнего мира? Вопрос, как относиться к термину «боги». Можно это воспринимать как выдумку и совершенный миф или обожествление предков, например. А можно воспринимать как представителей некой высоко развитой цивилизации, гораздо более развитой, чем наши отдаленные предки. Понятное дело, что если, скажем, поставить древнего римлянина в современную цивилизацию, да, с его телевидением, интернетом и так далее, то для него это будет казаться цивилизацией богов. В Индии воплощения бога назывались аватарами. Аватар — это божественное существо в человеческом теле. Они имели великие знания и давали их всему человечеству. И когда дхарма, то есть мораль на земле, падало и разрушалось, то снова приходил аватар и восстанавливал справедливость и моральные устои. Но внешне они имели именно человеческий облик. Они ели, пили, у них были семьи и жены. Об этом же говорит и христианская Библия, повествующая о сынах Бога, которые брали в жены дочерей человеческих. Но тысячи лет назад, как и сегодня, человечество поддалось соблазну использовать полученные знания во зло. Тогда, как и сейчас, оно смогло создать чудовищное оружие. Анализ, описанных в древнейших книгах средств ведения войны, привел исследователей к догадке о причине внезапной гибели Махенджа Дара. По мнению ученых, город уничтожен оружием огромной разрушительной силы. Махенджа Дара Один из древнейших городов мира. Ученые долго не могли найти разгадку тайны его внезапной гибели. Сегодня город находится на территории Пакистана. В конце 80-х годов 20-го века были опубликованы заключения археологов, что по некоторым данным он был построен свыше 10 тысяч лет назад, имел население более 40 тысяч человек. Сложенные из кирпича древние колодцы после раскопок высятся, как башни. У их оснований раскопаны стены домов в еще более древних слоях, однако позже датировку ограничили лишь пятью тысячами лет. Но, тем не менее, достижения этой древней цивилизации впечатляют. Махенджа Дара, как и Хараппа, находится в долине реки Инт. Город был прекрасно спланирован и снабжен водопроводом. Его улицы были ориентированы точно по сторонам света и располагались по сетке. Вода подавалась во все дома. Улицы имели ширину 10 метров. Раскопки показали, что там была дренажная система, которая в Европе появилась лишь в 20-м веке. И была система канализации, которая защищала от распространения инфекций. В культуре Махенджа Дара, кроме общественных бассейнов, были также бассейны и в частных домах, прямо как в современных развитых странах. Выходит, что наши предки могли иметь дома с бассейнами, едва выйдя, если не из пещер, то из хижин. Или логичнее предположить, что это еще одно свидетельство цикличности истории. Древняя письменность, которой пользовалась исчезнувшая цивилизация, до сих пор является загадкой для ученых. Они безуспешно борются над ее расшифровкой уже много лет. Это была в основном сельскохозяйственная культура, но там не было найдено даже следов обычного древнего оружия. Никаких наконечников стрел или копий, мечей или палец, ничего. Но это и есть главная и самая страшная загадка этой цивилизации. Она погибла внезапно. Что же здесь произошло? В индийских эпосах Махабхарате и Рамайане говорится о поразительном оружии, имеющем силу всей Вселенной. Древний текст описывает, как его применение вызвало слепящий свет и огонь без дыма. Его взрыв по яркости напоминал 10 тысяч солнц в зените. Мне представляется, что там вполне могло быть применено какое-то сверхоружие, которое принесли с собой арии, племена ариев, пришедшие в Индию в 3-м тысячелетии до новой эры. Иначе объяснить все параметры воздействия на население и почему этот город был внезапно покинут его жителями, невозможно. Только какое-то оружие было применено, которое сделало невозможное пребывание на этой территории. На руинах Махенджадара явно видно воздействие очень высокой температуры и сильнейшей ударной волны. Найденные в эпицентре осколки керамики оплавлены. Химический анализ образцов, проведённый в Римском университете и в лаборатории Национального совета исследований Италии, показал, что они подверглись воздействию температуры около полутора тысяч градусов по Цельсию. Это намного выше, чем у жидкой лавы – 1100 градусов. Такую температуру на самой заре истории непросто было получить даже в горнеметаллургической мастерской, но чтобы подобное было на обширной и открытой территории, для этого, по нашим представлениям, нужен атомный взрыв. Улицы Махенджадара были усыпаны чёрными кусками стекла. Выяснилось, что эти круглые куски были глиняными горшками, расплавившимися от сильного нагрева. Подобные вещи происходили на ядерных полигонах. Например, 16 июля 1945 года, во время первого испытания атомной бомбы на полигоне в пустыне Нью-Мексико, на месте взрыва около 600 квадратных метров песка превратились в зелёное стекло толщиной в сантиметр. В середине 80-х руины Махенджадара начинают изучать современные исследователи англичанин Дэвид Девенпорт и итальянец Энрико Винченци. Они определяют центр взрыва, диаметр которого составляет около 50 метров. На этом месте всё кристаллизовано и расплавлено. На расстоянии до 60 метров от центра взрыва кирпичи и камни оплавлены с одной стороны, что указывает направление взрыва. Только этим можно объяснить всю массу фактов. Попытки объяснить оплавление стен зданий города древнейшего Махенджадара и камней в Шотландии, которые в настоящее время объясняются путём пожаров, которые навели непрошенные захватчики в городах, и какими-то военными действиями, вплоть до применения даже греческого огня. Они просто несостоятельны в силу того, что температура, которая при этом развивается, не в состоянии оплавить ни камни, ни тем более гранит. Другой загадкой для исследователей остаётся очень высокий уровень радиации в районе взрыва. Ещё в 1922 году археологи нашли 27 полностью сохранившихся человеческих скелетов. Они держали руки так, будто их захватила врасплох какая-то беда. Люди погибли прямо на улицах, мирно занимаясь своими делами. Некоторые пытались прикрыть детей и словно бы закрыться руками от неба. Для нас это напоминает картину воздушного налёта. Находят в Индии, до сих пор находят скелеты уровень радиации, в которых превышает нормальный, фоновый, в десятки, в сотни, в тысячи раз. Откуда, насколько известно, в Индии нет выходов естественной радиации. Это где-то в Южной Африке есть такие естественные выходы. В Индии нет таких выходов естественной радиации. Ответ напрашивает сам собой. Когда-то были источники сверхсильной ядерного излучения. Это могли быть те ядерные взрывы, которые описаны и в Махабгарате, и которые в конце концов разрушили и Махенджадару, и Хараппу. Даже сейчас, спустя 4 с лишним тысячи лет, уровень радиационного фона этих скелетов близок к той дозе облучения, которую получили жители Хиросимы и Нагасаки. Костяки, значит, древнейших скелетов, они как бы, как всё равно грибы, аккумулируют себе соли тяжёлых металлов, и их фон радиоактивности выше, чем окружающие поверхности. Но вот если окружающая поверхность не имеет радиоактивности, а сами скелеты имеют высокую радиоактивность, то это нельзя объяснить ничем, кроме как облучения. После 12 лет исследований Дэвид Девенпорт и Энрико Винчанти приходят к ошеломительному выводу о том, что в древних индийских эпосах Махабхарате и Ромаине описаны подлинные события, которые произошли много тысяч лет назад. В 1996 году они делают сенсационное заявление о том, что Махенджа-Дара и несколько других древнейших городов в этом регионе были уничтожены в результате ядерного взрыва. В преданиях это оружие называется Брамастра, что в переводе означает оружие Брахмы, творца Вселенной. В древности, как и в наше время, такие разрушительные средства доставлялись к цели на летательных аппаратах, виманах. На протяжении многих тысяч лет как раз древние легенды и считались историей. Только последние 200 лет мы от этого отошли. Грубо 200 лет, а то и меньше. Но вернемся мы рано или поздно к этому, но на другом уровне. Понимая, что в них определенным образом отразились реальные события. Когда пришли Арии, население с этих мест перебралось в Южную Индию. Современные Тамилы родственны древнему населению Махенджа-Дара. История древних Ариев сохранила даже имя одного из пилотов. Поразительно современно звучит то, как описывается это событие. Гуркха. Летя на своей быстрой и мощной вимане, бросил на три города, заселенных расами Вриши и Антхак, единственный снаряд, заряженный силой всей Вселенной. Раскаленная колонна дыма и огня, яркая, как 10 тысяч солнц в зените, поднялась во всем своем великолепии. Это был гигантский посланец смерти, который превратил в пепел всю расу Вриши и Антхаков. Что это могло быть нечто, сравнимое с ядерным оружием, заметил еще в 40-х годах прошлого века профессор Роберт Оппенгеймер, который, пораженный увиденным на испытаниях взрывом, читал вслух отрывок из древнего эпоса. Один из физиков, которые разрабатывали американскую атомную бомбу, Роберт Оппенгеймер, изучал санскрит. И во время испытаний атомной бомбы он цитировал стихи из индийского эпоса «Махабхарата», где описывался такой взрыв, как тысячи солнц, сияющих в зените. Этот древний текст также описывает, как вычислять атомное время. Мы только недавно узнали, как это можно сделать, и в современной науке мы имеем атомные часы. Но идея вычислять время согласно движению атомов может быть найдена и в древних санскритских писаниях. Совершенно поражает воображение еще одна единица времени под названием кашпа. Это одна трехсотмиллионная доля секунды. Зачем такая величина потребовалась? В современном мире, пожалуй, только физика элементарных частиц оперирует такими сверхмалыми временными отрезками. Потому что как раз вот кашпа, одна трехсотмиллионная доля секунды, соответствует периоду существования некоторых элементарных частиц. У сверхоружия в индийском эпосе есть несколько разных названий, но все его виды обладают невероятной разрушительной силой. Могут сжечь весь наш мир. Не менее поразительно и описание воздействия радиации на тех, кто выжил. У них выпадали волосы и ногти, появлялись язвы, и они вскоре умирали от болезней. Вы знаете, не только в Махабгарате, а в других текстах. Их очень много, нет смысла их перечислять. Но не только ядерное оружие, которое ярче тысячи солнц, и после применения которого местность становилась мертвой, воду нельзя было пить, женщины не могли рожать, описаны десятки, десятки и прочих вооружений, части из которых мы находим аналоги, а часть остается попросту мистической. Откуда, согласно самим индийским источникам, взялись эти сведения? Божественный герой Арджуна в течение пяти лет в отдаленных краях, называемых Третье Небо, постигал астровидью. Буквально это слово значит звездная, то есть высшая совершенная наука. Это астровидья, в частности, описывает массу видов какого-то страшного небывалого оружия. Это и Брахма Данда, и Брахма Широс, и так далее, и так далее. И есть какие-то совершенно неведомые нам виды вооружения. Например, что такое сушка? Знакомые созвучии, правда? Это или сушка белья на солнышке, или бараночка хрустящая. Так вот, на санскрите сушка это некое оружие, которое солдат противника превращало в мумий. Другое очень интересное оружие, оно называется Сан-Мохан-Астра. Это оружие, которое погружало солдат противника в полное оцепенение. Они теряли полную, всякую возможность сопротивляться. Было еще и оружие, известное в древних источниках под названием Андра. Но сегодня никто не знает, что это такое. Принцип его действия был неизвестен даже самим автором трактатов, дошедших до нашего времени. Современных аналогов этому пока не существует. Все это сугубо описательно и загадкой было уже в то время. Так вот, Андра, некое оружие, которое позволяло низвергать на противника потоки, чудовищные потоки воды. Что это? Управление климатом, возможность вызывать искусственные дожди, еще что-то. Это тоже загадка. Было ли в Махенджа-Дара действительно применено ядерное или какое-то другое неизвестное нам оружие? Многим ученым уже стало ясно, что история действительно движется по спирали. Но если человечество когда-то так много знало, то как оно могло все забыть и скатиться снова чуть ли не к каменному веку? Здравый смысл подсказывает, что это невозможно. А если выяснится, что далеко не все было забыто? Всем известен современный индийский флаг. В его центре находится эмблема Ашоки. Ашока был великим гуманистом и полностью отказался от войн. Он был буддистом и рассылал миссионеров по всему миру. Еще в III веке до н.э. он создал тайную организацию, которая называлась «Общество девяти неизвестных». Ашока запретил жертвоприношения и построил целую сеть университетов, бесплатных больниц и гостиниц. Причем не только для людей, но даже для животных. Он был первым в истории, кто установил пособие для бедных и образование за счет государства. Он говорил, «Все люди мои дети. Все, чего я желаю для своих детей, а я желаю им богатства и счастья в этом мире и в следующем, того я желаю и для всех людей». И чтобы его подданные жили в мире и не могли использовать творение разума во зло, Ашока основал тайное общество девяти неизвестных. Члены этого общества собирали и хранили древние источники, чтобы опасные знания не попали в руки недостойных. И такая традиция до сих пор сохранилась в Индии. Мудрому царю Ашоке было чего опасаться. Научные сведения, которыми располагали его ученые, даже по современным меркам кажутся невероятными. Так, одна из книг была посвящена преодолению гравитации и управлению ею, созданию в земных условиях искусственной невесомости. А что нужно делать при атомной атаке, оказывается, также было известно задолго до 20 века. И в Махабгарте есть эпизоды, которые рекомендуют воинам, после того, как свиманы были выпущены страшные снаряды, поражающие все, лишающие человека плоти живой. Есть рекомендации, что надо найти чистый источник воды и совершить омовение. Здесь вполне можно проследить традицию, которая сохранилась до сих пор. совершил омовение в священных водах Ганга, смыл грехи, получил новую путевку в жизнь и так далее. Может быть, с тех времен идет нынешнее обычай совершать омовение в священных водах. Индия, по-видимому, единственная страна, которая смогла сохранить целые отрасли древнего знания о вселенной и человеке, когда у других древних народов остались только мифы и предания. Эти мифы до недавнего времени даже многие ученые считали просто сказками. Но наследием, сохраненным в Индии, сегодня пользуется весь мир. Миллионы людей в разных странах изучают йогу и аюрведу, медицину древней цивилизации. Современному человеку они оказались очень полезны. Даже цифры, которыми мы пользуемся, хотя и называются арабскими, на самом деле индийские. В индийской космогонии есть понятие парабрахмана, из которого, как из нулевой точки возникла вся Вселенная. Современная физика представляет рождение Вселенной точно так же. Но самое поразительное совсем другое. Понятие парабрахмана выражено в математике цифрой ноль, которую весь мир использует сегодня. И без этого понятия в нашем мире просто не могли бы быть созданы компьютеры, которые работают на бинарной системе. Современная система обработки информации, базируясь на двоичном коде ноль и единица, также получила свое рождение, как ни странно, в древнеиндийской и древнекитайской мифологии. Именно там эти понятия начали использоваться, и именно на этих понятиях основана вся наша современная машина информационной цивилизации. По существу, мы являемся наследниками древнейшей цивилизации даже на уровне машинной техники. К концу 20 века науке стало ясно, что наши далекие предки знали и умели многое из того, что человечество снова открыло через тысячелетия. Ученые также выяснили, что загадочная процивилизация погибла не только из-за геологических катаклизмов. Многие древние города не только в Индии были уничтожены оружием огромной разрушительной силы, вполне похожим на наши атомные бомбы. Это жестокое самоистребление отбросило человечество далеко назад, почти снова в каменный век. Вот тогда и началась та официальная история, которую мы сегодня знаем. После этого высшие существа, принесшие знания в древности, стали объяснять людям, что сама по себе техника без доброты и морали не только опасна, но и губительна. Но сегодня мы опять подошли к той роковой черте, приступив, которую можно спираль истории превратить в замкнутый круг. И единственное наше спасение это заповедь, которая с глубокой древности была дана во всех мировых религиях. Возлюби ближнего, как самого себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин